Уже начинаю читать Антихриста. Ещё такой вопрос. В чём, на ваш взгляд, заключаются ценности язычества? И посоветуйте, что можно подчитать на эту тему из Ницше или других авторов. Просто боюсь, что моих 19-летних мозгов на Ницше не хватит. — Понимаешь, в чём дело? На тех, кто всерьёз рассматривает ценности язычников как-то вот серьёзно, плюс-минус беспредвзято в вопросах эстетики, там, я не знаю. И если это не какое-то фричество, а именно, я не знаю, академическое религиовидение, я не уверен, что твоих мозгов тогда тоже хватит на это. Поэтому, может быть, даже лучше с Ницше начать. Как бы Ницше проще будет в этом смысле. Значит, по поводу... Ну, собственно, да, я видел, ты на DonatePlay донатил с вопросом, да, про, значит, почему ценности язычества более здоровые, чем, там, условно-христианские ценности, допустим. Ну, здесь, во-первых, надо определиться с несколькими вещами, да. Как бы пункт номер один — это что значит здоровее, да. Как бы что для нас выступает критерий здоровья и болезни. И пункт номер два — это давай зададимся вопросом, что является высшей ценностью для христианства и для христианина, и что является высшей ценностью для язычника. То есть мы можем спостулировать это таким образом, что высшая цель для христианина — это находиться в гармонии с христианским богом, это угодить богу, это слиться в любви с богом, это обожиться самому и стартануть в небесный Иерусалим, да, горний Иерусалим, который и является истинной родиной для любого настоящего. Христианин, искреннего, да, который последовательно, глубоко воспринял христианские идеи. То есть любое место на земле, оно воспринимается как некий такой, знаешь, там, не знаю, карантин, короче, да, помещение для карантина или тамбур какой-то, значит, где ты вот какое-то время пребываешь, пока ты движешься в сторону, значит. Когда мы сопоставляем ценности христианства и язычества, мы должны, или там ценности аврамического монотеизма, возьмем шире и с одной стороны, и язычество с другой стороны, мы должны определиться вообще, что мы сравниваем. То есть для адепта аврамического монотеизма высшая ценность это, значит, слияние с Богом и угодить Богу и оказаться в том месте, которое Бог уготовил для тех, кто был ему предан, тем, кто любил его и так далее, и так далее. А для язычника высшая ценность это жизнь в гармонии с природой и примерно вот на то место, на которое адепт аврамического монотеизма ставит, значит, своего Бога, для язычника на этом месте находятся силы живой природы и языческие Боги как персонифицированные силы живой природы. Но, в общем-то, даже такая параллель, она некорректна вполне, почему? Потому что на самом деле мы можем сказать, что в язычестве нет чего-то, что можно было бы поставить на место вот такого аврамического Бога, потому что если бы что-то такое было, то, наверное, уже мы бы не противопоставляли язычество как таковое и аврамический монотеизм как таковой. Вот, поэтому вот если мы сопоставляем такой набор ценностей, как бы неких установок, которые в одном случае обращены в некую сторону, в некое пространство по ту сторону жизни и материального мира, а с другой стороны у нас есть набор ценностей, который всецело обращен к жизни, к этому миру, к этой природе, да, окружающей нас или там окружающей вот этого субъекта, для которого характерно языческое сознание, то здесь уже, в общем-то, можешь сам придумывать критерии, по которым ты оцениваешь что-то как здоровое, что-то как больное, да. То есть если ты считаешь, что обращать свои ценностные, этические, эстетические, какие угодно установки здоровее в сторону, по ту сторону жизни, ну, значит, для тебя это наиболее здоровым идеалом является дискурс аврамического монотеизма. Если же ты считаешь, что более здоровым является обращение к ценностям природы и окружающего мира, материального, да, условно говоря, все то, что в аврамическом монотеизме называется тварным миром, да, значит, таким поврежденным греховностью, там, первородного падения человека и так далее, то для тебя, значит, тогда языческая система ценностей, она будет для тебя наиболее здоровой. Вот как бы и все. То есть тут важно просто с этим определиться. Да, ну вот в чате перечисляют языческих богов, таких как Перун, Зевс, Юпитер и так далее. Ну да, но вот опять-таки не стоит ставить бога аврамического монотеизма в один ряд с вот этими языческими богами, потому что языческий бог, он отвечает за какое-то природное начало обязательно, там, не знаю, там, за небо, за молнию, еще же за что-то. А, собственно, бог аврамического монотеизма, по крайней мере, то, как он был осмыслен в, как бы, позднейшей монотеистической философии, то, как он был рационализирован, в том числе под воздействием европейских философов каких-то, это не бог чего-то, какого-то отдельного начала, да, отдельного от других начала. Это бог вообще всего, потому что он, как бы, весь мир создан, и это вообще единственный существующий бог, который, там, всесилен, обладает абсолютным разумом, при этом он всеблагой, и так далее, и так далее, и так далее. То есть это даже уже, вот, на самом деле, вот эта концепция лохим, да, концепция какого-то бога, там, пусть у нас будет только один бог, но свой, и что вот этот бог, это только бог еврейского народа, она была очень сильно переосмыслена к моменту, когда этот бог, он начинает позиционироваться в качестве творца мироздания. То есть книга Бытия, которая в начале Ветхого Завета находится, она, на самом деле, по времени была написана одной из последних. Вот, и там, соответственно, уже выясняется, что вот этот бог, ну, то есть при составлении полного корпуса вот этого текста, да, который мы знаем как Библия, там уже этот бог, он постулируется не как бог, просто какой-то один из богов, да, бог еврейского народа. У другого народа какие-то свои боги, у этого народа будет вот свой бог, да, именно поэтому одна из заповедей, она звучит как «Да не будет у вас других богов, кроме меня». То есть, получается, есть какие-то другие боги. А потом выясняется, что нет, никаких других богов нету, бог только один, а все остальные так называемые боги – это бесы, короче, это дьяволы, там всякие, значит, ложные боги, неправильные, а правильный бог – он только один. И вот на этом моменте здесь уже выстраивается вот эта вот бинарная оппозиция между аврамическим анатеизмом и язычеством, с другой стороны. Можно было проще сказать «Ты либо за Платона, либо за Аристотеля». Ну, нет, это не проще, это сложнее, наоборот. Я боюсь, что мой 19-летний слушатель, который искренне пытается во всем разобраться, он так точно ничего не поймет. Я вообще что ему рекомендую? Я ему рекомендую статью Алена де Бенуа, которая называется «Как можно быть язычником». Вот я думаю, что, наверное, одно из лучших, что можно почитать, в принципе, чтобы вкатиться как-то. Это вот что-то такое. Спасибо большое за донат. Спасибо.